Всем привет! Кошмар, что у нас творится. Поэтому решила начать новый влог. Показать вам. Сегодня 22 ноября. Снег валит уже вторые сутки. Просто не знаю, как даже сказать. Уже по колено. Вчера по колено уже было, а сегодня еще столько же. Еду на работу сейчас. Город весь просто завален. Вышла на улицу. Такой грохот стоит за окном. Короче, с крыши падает снег. Под балкон. Вот уже сколько нападало. Вот это тоже скоро отвалится. Вот эта часть. А я вышла. Почему? Потому что, вот смотрите. Ну, моя машина стоит. Надо немножко отогнать, чтобы не повредилась. Потому что уже скоро тоже тут свалится тяжелый. и сильно выступает от края пласт снега. Плюсовая температура на улице. Вчера было минус 15, сегодня плюс 1. Короче, переставила машину. Так место свободное было. Кто-то уехал. Вот. Подальше от крыши. Потому что я боюсь, что и вот эта, кстати, тоже свалится. Но тут никто не стоит. Лишь бы никто не шел под окнами в этот момент. В общем, снег тает и падает. Рыжик вот прибежал. Убляет. Подарка-то хотеть опасно, а не то что стоять автомобилю. Все, пошла домой. Вот сколько снега упало. И разброс довольно широкий. Выше... Выше трех метров, наверное. С того края обычная. Ну, я имею ввиду, что от стены в ту сторону. Вон сколько. До лавочки прям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Увагу. Я подъехала к магазину после работы. Техника работает, убирают снег. Очень много снега навалило. А сейчас он еще и такой тяжелый, растаявший. Прям очень много. Некуда поставить машину. Попробую, наверное, сейчас вон туда заедут. Поставила машину. Магазин загружает КамАЗ снегом. Сейчас умираем. Вот отсюда покажу. Кстати, сегодня полная луна. Такая круглая. На камеру плохо видно. Был лед. Такой мокрый снег. Такой мокрый снег. Снега очень мягкая. Смотрите, там все. Завалим. 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 О兒ГУ. ТО. ПОДПИСИЧЕСЬ. ПОДПИСИЧЕСЬ. РАДОМАК. ПОДПИСИЧЕСЬ. ЗАГАДУЮ. ВОЧЕ. Отвозить. И что я в магазин. У нас вот такая сильная сказка. Температура минус 27. Все в мире. Я еду с Раплой туда. Утром. Москва. Шекабря. Всем привет. Не могла не заснять этот прекрасный рассвет. Очень-очень красивый. Сегодня 16 декабря. Я еду с работы. Заехала в эту ленту. Сейчас пойду за продуктами. И вот такой вот красивый рассвет. Розовые облака. Завод наш. Наши ТЭЦ. Вот наши трубы. Наши ТЭЦ. Градиры. Простите. Болею. Кашляю. Работаю. Я сейчас работаю по трехсменке. Весь декабрь. И что-то нас пугает тем, что будем всю зиму так работать по трехсменке. Надеюсь, что нет. Это очень тяжело. Дома все дела стоят. Некогда абсолютно ничем заниматься. Успеть бы отдохнуть. Приготовить покушать. Постирать. Основные такие дела только сделать. В общем, очень тяжело по такому графику работать. Ютубу мне как-то заниматься. Я знаю, что многие меня потеряли. Мои постоянные зрители. Простите уж, пожалуйста. Не в силах я заниматься еще и роликами. В течение дня. 21 декабря. Вот такая у нас зеленая черепотина. Светает весна. Плюс два. Я иду за машиной. Вчера с работы приехала. И не было места поставить машину. Во дворе все занято. А вот тут в этой дороге Наскрыли. Снег. Где обычно ставят машину, люди. Кому не хочу, вместо во дворах. Вот так вот снег на скрыли. На обычную. И сюда невозможно было поставить. Большое составить. Вообще в таком месте вот там. Вот магазин. Что я машину поставила. Здесь кармашек. Сейчас поеду по дивану. Я сейчас нахожусь в школе. В этой школе я тоже училась. Вот здесь был наш кабинет. Наш классный кабинет. Но это был кабинет математики. Сейчас сделали вот такие вот двери. Ремонт, в общем, полностью сделали. Плитку положили. Во время моей учебы здесь был линолеум, который мы оттирали постоянно. Драйве. В общем, очень хорошо все сделали. А мне нужно вон в тот кабинет. Кстати, это был наш классный кабинет, когда я училась. Сейчас у меня сын учится. Доска та же самая, которая была у нас. А все остальное поменяли. Ремонт полностью сделали. Шкафы убрали отсюда. Учителя там сидят в готовке. Такие вот лестничные марши сделали. Все новенькое, красивенькое. Все, я документы заполнила. Пошла домой. Документы надо было там, кружок какой-то у них на 4 месяца открывается предмет какой-то. Надо было документы заполнить на это дело. Оформили. И тут, кстати, тоже положили плитку не скользящую. Раньше тут невозможно было подниматься. Плитка была скользкая. В общем, тут упасть можно было. А сейчас вот такая красота. Вот она вообще не скользит, эта плитка. Уже вечер. Пришла сюда. Был день. Быстро темноет. Время полчетвертого. Вот такая вот у нас школа. Это вот младший блок. Я здесь тоже встретила класс и училась. Полгода, получается, училась. А это вот старший блок. Это спортсалон. Сижу в машине, жду сына. Он у меня на больничном сидит. Сегодня учительница позвонила. Сказала, нужно уже выходить, потому что оценок не хватает для завершения четверти, для аттестации. Вот записала его к врачу. Сейчас поедем справку, возьмем и неделю он проучится до каникул. Деваться некуда. Будет уже с кашлем ходить, ничего страшного. Иначе останется неаттестованной за вторую четверть. Я сама тоже болею, никак не могу вылечиться. Кашель ничем не пролечивается. Всякие уже лекарства и антибиотики пропила. Какой-то прям устойчивый кашель. Уже почти месяц болею. И сын точно так же. Один в больничный просидел дома, неделю в школу походил и опять ушел на больничный. Сейчас вот будем выписываться. Итак, в поликлинику с сыном съездили. Его пока не выписывают. В понедельник, сказали, только выписывается. Справочку дали. В понедельник пойдет в школу. Сейчас проехались по магазинам. Быстренько, раз уж мы вышли. Купили ему зимнюю обувь, кроссовки зимние. И джемпер для школы. Потому что там у них сейчас форма без пиджаков. Пиджаков нет. И он постоянно мерзнет. Я у него до этого спрашивала. Говорю, холодно? Нет. Говорит, нормально. А в итоге, когда морозы начались, он начал мерзнуть. Вот купили джемпер. Он у меня очень любит пончики. Ну, магнитик покупаю. А сейчас, раз уж мы здесь, пошел в жар-свежар. За пончиками себе. Купил, идет. Похоже, забыл, где машина стоит. Идет. С пончиками. Вон какие у нас трамваи ездят. Накладнее. Снова жарю сырники. Это пока еще первая партия. У меня большая сковородка есть. Отместилось у меня сколько штучек. И тушу, можно сказать, такую картошку с мясом, с луком. Сначала пережарила лук, морковь. На дне прям этой кастрюли. Картошечку нарезала. Вот она у меня тушится. Сегодня мне на работу в ночь. Уже очень скоро. Через час уже буду собираться. Еду на работу, стою на светофоре. Смотрите, у нас тут елочный городок красивый. Вот такой вот елочка. Через стекло, конечно, клуб. И все, поехала дальше. Такая каша вот здесь вот перед магазином. Вот я с работы приехала. Хотела заехать и застряла вот тут. А где? Вот тут вот я застряла. Короче, застряла меня в токоле. Пока машину поставила, ну, с краю. Поэтому включила аварийки. Сейчас нормально стоит. Потом выехать можно будет. Вообще вот не убирают здесь. Купила влажный корм кошкам. Вот Кузя сидит. Охраняет. Это, говорит, все мое. Все мое. Взяла пока что совсем немножко. Потому что сумки с продуктами тяжелые были. Вот хватило на один лоточек. Потом еще докуплю. Что, Кузя, ты уже дает. И вот такой корм у нас. Почему-то говядину кушают лучше, чем индийку. Я дома тоже вот так вот украсила окно. Пришлось немножко подвернуть. Так-то трехметровые гирлянды. Но так как дома много котиков. И они начали охотиться на них. Пришлось вот так подвернуть. А котикам для охоты. Я купила новую игрушку. Мышку такую. Сразу рыжик побежал играть. Ой, Кузя прибежал. Пошире экран сделала, чтобы видно было всех. Кузя, давай играй тоже. Кузя. Куся берет эту мышку и тащит по всей квартире. Палочка за ним везется. Охотник. Кузя, давай играй. Ты моя умница. Ты моя умница. Глеб Gray. Я ум وجусь. Зачnel, в устройство. Кузя, generator. Кузя, и рынки. Флак empresa. Зачем, корниа многих двигателя. Я сразу сделала ширину трех. Всё получается. Прич Botка сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok